Синий мотор. Голубой, вот такой, небесный мотор. Красота. Игрушка новая. Ну что ж, друзья, я так понимаю, что у нас по нулям 10 часов Москвы. Вечер, как всегда, четверг. Говорит и показывает... ...щедро готова отвечать на все вопросы ваши, друзья. Особенно после того, как у нас прошел ретрит. Ну что ж, сельветствуем тебя под бурные аплодисменты. Всем здравствуйте. Привет. Ребят, да, сегодня бы хотелось сделать... ...это очень коротенький такой эфир, потому что не успевает все сделать. И ответить, наверное, на самые такие вопросы, которые чаще всего задавались. Это по ретриту, который у нас прошел. По ретриту мы уже, конечно, отвечали. У нас сейчас вышел ролик. Спасибо. У нас сейчас вышел ролик, где там некоторые ребята оставили отзыв. Потому что отзыв, я вам уже говорила, что не все смогли оставить. Кто-то уехал раньше. Вот. И вот так вот получилось. И еще, наверное, такое будет заявление. Когда мы были на ретрике, очень, конечно, здорово. Три дня, конечно, было мало, потому что... А доправиться. Прорабатываться, да. Вот. И, конечно же, три дня не особо хватило, но... Очень, очень прочувствовали мы ребят. И я могу сказать, что, конечно же, вот именно к автономии готовы не все. Но многие хотят облегченного питания, более легкое свое тело, более, наверное, легкие свои мысли. И это классно, это нормально. Но, наверное, все-таки нужно разграничить, чтобы одни за другими не бежали и одни других не оттягивали. Поэтому мы, конечно же, решили разбить. Мы, наверное, сделаем так, что у нас будет, в том числе и с сухими днями. Да, все были на сухих там, конечно же, безусловно. Мы, наверное, сделаем детокс, курс, марафон, ретрит, как хотите его называйте. И на гвоздях стояли, да, обязательно. Вот. И сделаем более углубленный уже сам ретрит, еще сделаем более углубленный. То есть у нас 14 февраля пятидневный марафон будет, пятидневный детокс-марафон будет в Сочи. Ну, детокс-заплыв, наверное, лучше сказать. Или детокс просто заезд. Да. Вот. Как раз там... Да что такое-то у меня. Как раз там мы прокачаем немножечко психику. Мы облегчим питание. Мы расскажем ребятам, как, что действует на организм, какие продукты, как. Чтобы они могли самостоятельно какие-то вещи прорабатывать в самом себе самостоятельно, без нашей помощи. Вот. Это хотим мы показать максимально. Это будет 14 февраля в Сочи. С 14, ну, пятидневный будет такой у нас заплыв. И, конечно же, более углубленный будет уже ретрит. Это, скорее всего, будет в Абхазии. И он будет... В начале марта. В начале марта, да. Вот. Но я сейчас предварительно вам скажу числа, чтобы... Потому что многие спрашивали, хотят уже подготовиться. Это приблизительно будет с 1 по 6 марта. Это будет уже такой более углубленный, который ребята уже хотят именно... Именно готовые психологически и физиологически идти немножечко дальше. Ближе уже к автономии, либо уже в саму автономию. Вот так. Отлично. Я правильно поняла, Светуль, что тот ретрит, который мы провели, первый. И детокс, они будут подготовительными к тому, что будет в марте. Да, да, да. То есть уже детокс уже будет более, скажем, упрощенный вариант для всеедов, для тех, кто еще в питании и еще не пробовал даже и одного дня, скажем, и все остальное, да? Хочет побыть в школе нашим, попрактиковаться. Это может быть и как для продвинутых, таких, которые уже и на голодании были, и на сухих днях были, и уже какие-то у них есть понимания. То есть, во-первых, они могут себя еще раз прощупать, потому что там у нас будут и психологические практики. И по физике будут практики. И, конечно же, гвозди наши любимые. И закаливание, и сауна, и море, потому что море, оно бесподобно в любом времени года. Поэтому, конечно же, это будет все, будет как и в детоксе. И именно который будет в марте марафон, он будет уже такой более глубокий. Там будет с глубокими проработками. И это будет уже для тех людей, которых... В марте уже будет для тех людей, которые уже четко берут ответственность на себя. Они уже понимают, куда они идут. Они понимают, чего они хотят. И это уже будет немножечко другого уровня. Но все мы люди разные, поэтому все-таки решили, чтобы максимально всем предоставить возможность раскрытия себя. Вот немножечко так разграничить. Отлично. То есть, все, что будет проводиться в феврале, это также для всех. И каждый возьмет, что нужно. Светочка, а вот помнишь, мы разговаривали по поводу планирования ретрита второго, который планируется сейчас в Абхазии в марте. То, пожалуйста, вопрос такой. Будет ли там... Помнишь, мы говорили про практики очень такие уже серьезные по поводу вот этого? Да, да, там будут серьезные практики, да. Там будет практика рождения, практика смерти, да. Отлично, хорошо. Потому что, да, у меня тоже ребята слышали, которые у нас были, и вот уточняются. Хорошо, все. И я тоже все структурировал для того, чтобы потом мы уже несли одну и ту же информацию. Прекрасно. Хорошая новость, друзья. В ближайший ретрит 14-го на 5 дней, да, 14-го заезд, соответственно, я так понимаю, 19-го отъезд. На 6-й день отъезд, как всегда. Да. Отлично, хорошо. А что 40-то? 40 дней, Станислав? 40 дней, да. Ну, как бы я же заявила, что я за 40 дней могу перевести, если у человека есть намерение, то его можно перевести на автономию. Ребят, я не отказываюсь от этих слов, но вы четко должны понимать, что не каждый, все думают, что автономия – это что-то просто про не есть. Это совсем другое, это именно про то, что это другой образ жизни. И когда человек к нему подбирается, это я уже по практике знаю, он его начинает как будто бы наоборот оттуда убирать, потому что это достаточно такой трудоемкий процесс самим собой. И не каждый к этому готов, это правда. И по 40 дней, нужно же еще понимать, ребят, 40 дней, представляете, 40 дней – это нужно же где-то нам с вами находиться. Это 40 дней аренды, это достаточно дорогостоящий получится ретрит. Но если наберутся такие люди, которые будут готовы, и мы, наверное, спланируем, потому что сейчас пока только я готов, а сколько это будет, все же хотят это сделать безоплатно, а нас безоплатно никто не пускает в здание ни в какое. Поэтому это тоже нужно учитывать. Нужно учитывать, что это должно быть оплачиваемо. Это нужно учитывать, что если мы будем мастера, там будут с вами присутствовать и жить, то они же им нужны какие-то… Они не могут выпасть из жизни на 40 дней. Если даже мы уедем куда-то, то нужно же какие-то обычные свои обыденные дела, то есть проплата тех же своих каких-то коммунальных вопросов. Это же никуда не денется. Поэтому если все вот это учитывать, мы пока даже не можем спланировать, сколько это может стоить. Вот так вот начнем с этого. И насколько подготовлены будут люди, да, нужно будет понимать, вот если в марте у нас наберется достаточное количество людей, которые действительно хотят идти в глубокие практики, то там мы уже, наверное, уже больше сможем как-то для себя уже уяснить, насколько это актуально. Я бы добавила так. Когда в марте наберется нужное количество людей? Да, да, да. Хорошо. Светочка, так хорошо получается. Три дня сначала дали мы, да, потом сейчас пять дней запланировали. Следующий март уже семь дней. И так замечательно по нарастающим. Мне кажется, это очень логично, учитывая, вот, да, два дня, все-таки это достаточно большой срок, ребята, прибавки. И каждый из вас также может подтягиваться пока в своих практиках и в школе автономии, общаться в чате, где ребята поддерживают друг друга, и прям каждый день у них заходы идут и так далее. Я вот смотрю, читаю постоянно-постоянно. Ой, ну какой красивый у тебя телефон. Вообще класс. Хочу, хочу, хочу. Тоже очень хочу. Светочка, ну вот Мария задает вопрос у нас с Ютуба. Она говорит, какие были практики, какое было расписание, все ли практики. А, и какие практики были самые ценные или удались. И мне кажется, что каждый человек для себя сам же решил, да, какая для него была ценная. Но тем не менее. Потому что все настолько были, настолько были ребята разные. Были девочки, были мальчики. И, наверное, для каждого своя практика сыграла свою определенную роль. И они были, они были все важные. Потому что мы много чего не успели дать, это действительно так. Потому что было всего три дня у нас. И хотелось, хотелось максимум отдать ребятам. Но я понимаю сейчас, что мы дали за три дня именно столько, сколько нужно было дать. Иначе мы бы просто перегрузили за этот маленький, короткое время. Мы просто бы, ребят взорвали бы. Вот, поэтому все вовремя, все так, как оно должно было быть, да. Да, сколько в планах еще было. Но это, как знаете, как всегда набираешь, вот идешь в хорошую компанию, набираешь много-много игр разных интеллектуальных, подвижных, на скорость, на сообразительность, на любые, скажем, аспекты. И потом уже по факту видно, нужно ли что-то давать или нет. Но запас всегда есть. Так вот и у нас достаточно большой багаж. И в любой момент мы даже проводили вот эти телесные практики. Вечеринка такая получилась тоже спонтанная. Потому что вот просто пошел разговор, и тут же стали показывать на одной из участниц аналочки. Ей понравилась как раз эта тонатотерапия. И вы знаете, на самом деле все бы можно было увеличить в несколько раз, но 24 часа в сутках. И люди тоже. Кто-то хотел просто погулять, кто-то хотел между собой пообщаться, кто-то действительно в одиночестве хотел побыть. То есть процессы разные. Кто-то там прикладывался, дремал. Все это вот имело место выйти. И очень интересно, без вот этого, что там шагом марш, все бежать на зарядку, шагом марш. Все свободные и самодостаточные личности. И поэтому со зрелыми людьми это не проходит. Единственное, что мы возьмем на вооружение, мы распечатаем заранее, чтобы висело объявление, да, Светочка? Чтобы они прямо вот у нас расписание висело на все дни. И чтобы каждый раз люди подходили и могли смотреть. Вот это мы сделаем. Но так как у нас было по-домашнему все, и мы сразу объявили, что это начальный пробный ретрит такой вот. И у нас достаточно было, скажем, чтобы два этажа пройтись, оповещение. Вот так вот, друзья. Думаю, что нас смотрят наши участники и передаем всем огромный привет, ребята. В наших сердцах проплывает вообще постоянно вот этот ретрит, вот это все наше действие, все наше. Это очень, конечно, интересно. Все как вот, не знаю, запечатались сердца. Так что надеемся на наши встречи хотя бы летом, хотя бы весной. Вот я хотела как раз вот по ретриту. И еще у меня вопрос такой задал, девушка задала, говорит, возможно ли раннее бронирование именно в ретрите? Да, ребят, возможно, бронирование прямо вот, если мы сейчас объявили, то можно прямо сейчас уже бронировать. И, конечно же, это будет дешевле, если раннее бронирование, но в течение там не знаю какого времени, сейчас еще не обговаривали, конечно же, это будет дешевле. По цене тоже пока в личку, потому что мы там еще урегулируем вопрос и с арендой, и с продовольственными товарами, потому что детокс, это все равно предполагается, что несколько дней ребята у нас все равно будут на облегченном питании. Да, мы вам будем готовить там определенные блюда, это все будет очень просто и для вас очень. Мы вас научим с одной ложкой наедаться и быть сытыми, довольными, иметь легкость, убрать вот эти страхи, беспокойство, что вот вдруг чего-то не хватит и так далее. И все идет потом из изобилия, друзья. Вот, уже продумываем моменты такие, есть много аспектов, которые мы уже начали там давать на первом ретрите. И я думаю, что сейчас это все будет углубляться, потому что это хорошо дало почву, так как у нас хорошие результаты по участникам. Еще я бы хотела сказать, ребята, если кто-то не уверен в каких-то своих силах, то, конечно же, можно проверить, потому что в закрытом клубе с 9 января, как у нас пройдут праздники все, у нас будет такой тоже марафон две недели, две с половиной недели в закрытом клубе, и там вы можете прям себя проверить, с ребятами побыть в одной компании и пройти тоже такой детокс-марафон, естественно, с сухими днями, с депривацией сна. Вот, поэтому, конечно же, присоединяйтесь, буду рада каждому из вас видеть вас, вот, и с огромным удовольствием, чтобы потом вы, если захотите, конечно же, можете уже присоединиться либо к детоксу, либо уже на более глубокий курс. И еще я бы все-таки хотела озвучить, мне уже три человека в таких разных интерпретациях написали, вот прямо с таким прям цвета, сколько будет стоить сопровождение до автономии. Ребят, я не могу вам дать гарантию ни про какую автономию, потому что автономное сознание, которому я могу вас направить через свой путь, и вы самостоятельно к нему придете. Только единственное, что я буду вас сопровождать. Сколько вам понадобится времени, я не могу сказать, тем более по переписке, я не знаю, насколько вы готовы. Это первый момент. Второй момент, если вы увидите, как меняется и разбирается просто по пикселям ваш мир, то готовы ли будете вы дальше идти этим путем, это второй вопрос. И поэтому, когда вы мне просите гарантий, я не могу дать гарантии, я не знаю вас, вы не знаете, что самое интересное. Поэтому сколько это будет стоить, сколько это будет в часах, как мне пишут, сколько часов нужно будет, чтобы перейти на автономию. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Максимум, что я могу присоединяйтесь либо к марафонам, либо к ретритам, либо в личных консультациях, чтобы хоть бы немножечко побольше я узнала о вас, а вы узнали о себе. И тогда у нас хоть какой-то будет детальный разговор. А так требовать от меня и говорить, сколько нужно дней, сколько нужно часов, точно скажите сумму. Этого не будет, ребят. Мне нравится, что написал Стас. А я не видела? А нет, это Оля написала. Мне нужен абонемент каждый день, говорить по видеосвязи. И такой есть у нас, да, мы можем быть и буксирами, пожалуйста, любой каприз, ребят. Мотиваторами на зарядку становись, там, ополоснись, да, душ прими, ведро налий и так далее, да. По снегу пошагай и так далее, да, друзья. А все можно, все можно сделать. И можно это сделать действительно в виде некоторых таких флешмобов даже организовывать, чтобы было веселее. Каждый будет записывать свои. Что там еще, говорит Ютуб, так как я сегодня боюсь трогать телефон, он у меня горит, как огонь. Вот, уже просится, просится на пенсию. Автополстар спрашивает, какое меню программа? Меню будет, конечно же, это будут смузи, зеленые смузи у нас будут. Вот, а программу мы составим, ну, уже будет она объявлена, ну, наверное, до конца, до конца этого года она уже будет объявлена по детокс-программе, да. Я думаю, что не так, не задержимся мы с программой для следующего ретрита, который будет достаточно глубокий. Который будет уже в марте, да, после февраля, в марте. Да, да, да. Хорошо. Ну, вот, нам уже тут это, собственно, уже и таксу написали, поэтому можно, да, не дороже 50 евро в час, если можно. Можно, нас это устраивает, как раз наша любимая цифра. Можно, конечно, в полчаса. Светуль, расскажи, что там у тебя, как дети сейчас, как они после ретрита себя чувствуют, скучают ли по нашей комнате? Ой, ну, дети вообще, они, я даже на удивление, они пытаются очень хорошо учиться, прямо изо всех сил, чтобы я посмотрела на них, что они могут пропускать школу и достаточно хорошо учиться. Вот, поэтому они, конечно же, они за любой кипиш, лишь бы куда-нибудь с нами поехать. Вот, им очень понравилось, они прям, да, они готовы ездить, они прям готовы жить в этих ретритных центрах и с огромным удовольствием. Я хочу сказать, что редкий случай, когда мы не замечали, что с нами дети, потому что вели они себя организованно, как взрослые друзья. Я думаю, что все участники подтвердят, не было сумасшедшего шума, там, ну, один раз забежали, выбежали, и все. И то, и то, ну, дети, им где-то надо побегать хотя бы по этим четырем этажам. А так вообще мы их не слышали, не видели, где-то просили помочь, они всегда откликались вообще. Ребята просто наши, дети полка, дети автономии. Да, вот в Ютубе, зачитаю, Ната написала, абсолютная правда, пока тело внутри не скажет «да» и абсолютно преданному своему намерению автономии, только тогда переход произойдет. Ну, да, 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 конечно же, мы, пока мы не научимся слушать свое тело, нам будет очень сложно. Мы одной головой не проработаем тело, мы одним телом не пододвинем голову. Поэтому это, конечно же, нужно, и одно без другого оно не может существовать в нашем сегодняшнем материальном мире, в котором мы сейчас живем. Поэтому это очень важно, ребят. Очень важно все прокачивать, не лениться и не давать себе поблажек. Если вы хотите туда идти, то это такой, это увлекательный путь, но он не будет легким. Он будет в легкости, но он будет каждый день, каждую минуту вы будете столько нового у себя узнавать и готовы ли будете вы идти дальше. Это скажет вам только вы сами, ваша голова и ваше тело. Это точно. Только через любовь, ребят, потому что как только мы начинаем просто юзать это тело без любви, без благодарности, оно тут же дает сбои, и я это могу сказать прямо на себе. Прям очень важно, что нужно постоянно проявлять любовь и благодарность. И это все так взаимосвязано у нас, что иногда трудно разделить. Мария пишет. Как готовиться к ретериту? Что брать с собой? Мария, брать с собой нужно альбом, гелевые ручки, ну, две гелевых ручки, альбом, две гелевых ручки, карандаши цветные, купальник обязательно, сланцы, чтобы до моря бегать. Если есть гвозди, то, конечно же, гвозди. И если хотите свой коврик, у нас коврики есть, но если хотите индивидуальный коврик, то индивидуальный коврик. У нас коврики и беды, все там есть, да, все в чистом состоянии, все в хорошем. Вот, вы знаете, ребята, уезжая из нашего любимого центра, который нам так понравился, я там тоже оставила и купальник, и музыкальные диски оставила, поэтому Юрочка сразу написала, говорит, Римма, ты, наверное, точно собралась вернуться. Я говорю, ну, значит, все звезды так и легли. Вот, поэтому так оно и будет. Да, и Александр Сергеевич спрашивает, где будет проходить? Детокс будет проходить в Сочи, который 14 февраля, а 1 марта он, скорее всего, будет проходить в Абхазии. Крым у нас под вопросом? Может, нет. Посмотрим. Крым тоже под вопросом, да, мы не знаем, как повернется, но пока у нас, там у нас Настя сейчас зондирует, да, про Абхазию. Хорошо, да. Про март, про март, про март. Мария спрашивает, та же локация, в Сочи, да, в Сочи, скажем. Мария, наверное, которая уже у нас была. А в марте мы пока выбираем. Хорошо. Мария, это ты, которая у нас была? Если да, я тебя расслаблю. Нет, у нас, конечно, ребята были там вообще. Удивительные просто подобрались ребята, просто здорово. Все просто бриллианты, да. Ну что, у нас вот уже почти полчаса идет эфир. Есть ли еще вопросы, Светочка? В Ютубе больше нет вопросов, поэтому про Ютуб ничего не могу сказать, а про Зум не знаю. Есть или нет? Надеюсь, что следующий эфир я тоже буду вести с нового телефона, это как раз следующий четверг уже. Ой, может, в следующий четверг мы не сможем выйти, посмотрим, потому что, ребята, так-такая пусто, и можно немножечко перенесем. Возможно, сделаем пореже эфиры, потому что очень-очень любим Автополстар, и хочется, наверное, чтобы еще другие спикеры максимально себя проявили на этой площадке. Ну, вопросов пока нет больше. Я просто думаю, мы не взяли разрешение на демонстрацию экрана, а можно было бы поставить нам действительно ролик наш. Вот, ну, тогда, ребята, просто смотрите, потом, по-моему, уже, а вот посмотрим сейчас, потому что и Автополстар выставит этот ролик, и у нас уже этот ролик есть в школе автономии. Посмотрите о том, как прошел ретрит, отзывы участников, и хотя там коротко, но тем не менее атмосфера передается великолепно. Да, и то, что мы завершили, конечно, в открытом море, это было вообще здорово. Да, и такой большой подарок мы получили, да, от Катюши. Да. Вот, это великолепно. Спасибо, Катерина. Да, незабываемая такая поездка на двухэтажном, на двухъярусном, на двух, как его назвать, уровневом, да, Катерина. Да, трехэтажный и двухуровневый, как-то так. Он трех же, трех жеэтажный, да. Ну, как бы наверху, да, два. Ну, что ж, я смотрю, что пока наши участники здесь, посмотрим, кто у нас еще может что-то спросить, сказать, поделиться своими какими-то инсайтами. Друзья, поторопитесь, пожалуйста, поторопитесь, иначе мы будем завершать. Вот, ну, я так понимаю, что у нас времена сейчас погодные начинаются даже на юге суровые, правда? Да, да. Такие, прям такие уфы. Уже снежок у нас в Краснодарском крае, друзья. Я представляю, как там Москва мерзнет, минус 20, Питер. Вот. А во Владивостоке, смотрю, показывают прям ни снежочка, ничего. То есть все поменялось, друзья. Что там, есть вопросы? Нет, пока все, вопросы закончились. Поэтому я думаю, может быть, тогда сегодня все ответы на свои вопросы получили. И, наверное, сегодня тогда будем закругляться. Будем закругляться. Благодарности вот получаем мы в чате. Огромное спасибо. Действительно. Если вам понравился эфир, я думаю, что сейчас такое время лучше короче. По делу, без воды. И до новых встреч, уважаемые друзья. Светочка, огромное тебе спасибо. Спасибо огромное, ребята, что вы есть, что задаете вопросы. Спасибо огромное, Автополстар, что вы приглашаете. Очень-очень приятно. Я вас всех очень сильно люблю и всех крепко-крепко обнимаю. Спасибо, друзья. Спасибо, Паш. Спасибо.